Привет! 13 ноября выйдет новая Call of Duty и вы наверное все ее очень ждете. Некоторые из вас ее ждут, чтобы обсудить карту Москвы, а некоторые потому что просто любят Call of Duty. Ну а я уже потестила и мне хватило. Сначала на плойке, а потом на ПК. Ну так, чтобы было полноценное мнение, которым я смогу поделиться с вами. И все в ней хорошо, но есть парочка моментов, которые вот вообще мне непонятны. Вот какого черта я уже спрятала за стеной или машиной, а меня убивают. Блин, через нее. Я такого даже в прошлогодней бете не видела, а здесь прям бесит. Хотя честно скажу, что в бетке на ПК такой фигни не было. Может поправили за неделю, а может просто мне так повезло. Но все равно, штука неприятная и вообще портит впечатление от игры. И я так вообще не особо люблю все эти онлайн соревнования. А тут еще и такая подстава. Следующее, что мне вообще было непонятно, почему я могу то запросто перестрелять всех противников, то меня выносят с одного выстрела и я даже толком спрятаться не успеваю. Оказалось, не со мной одно такое происходит и эта проблема тянется уже не один год. Все из-за очень странной системы подбора противников. Получается, что если ты проходишь один-два раунда с нормальным счетом, то игра начнет думать, что ты прям хорошо играешь и начинает моментально подсовывать сильных противников. А я-то просто попала в раунды с вообще ничего не умеющими, наверное первый раз взявшими в руки мышку с Клавой. Ну конечно, у меня получилось быстренько пострелять всех. Короче, вот эта штука с подбором команды и противником вообще ужас ужасный и я не представляю как можно долго играть в игру, где ты или постоянно выигрываешь или постоянно проигрываешь. Очень быстро надоедает. Очень. Быстро. Но я очень надеюсь, что разработчики исправят это все к моменту релиза, потому что если они исправят, то вряд ли у них получится задержать надолго игроков. Да и вообще, в принципе, у всех начнется... Ну и вообще, если хотите честно, то прошлогодняя бетка была намного интересней. Я там даже самим пудипаем играла. Может поэтому она была такой интересной? Ладно, пока вы там не обзавидовались, давайте предположим, что это был кто-то другой. Но кричал он и играл очень похоже. Ну и еще один момент, от которого становится немного грустно. Костюмы некоторых бойцов. На некоторых картах нужно быть очень внимательной, потому что есть белые стены и есть скины бойцов, которые тупо сливаются как камуфляж на них. Бежишь себе спокойненько, никого не видишь и бах, тебя начинают обстреливать. Ты крутишься, не можешь понять откуда, а после смерти видишь, что это белый чел возле белой стены. Ну такое. Но это все, что мне не понравилось. Первые два скорее всего поправят, а вот насчет третьего я не уверена. Если разработчики с этим ничего не сделают, то я не завидую тем, кто купил игру ради сетевого режима. А теперь давайте я расскажу про то, что мне понравилось. Несмотря на все недостатки, играть было весело. И тот, кто купит колду, поверьте, будет очень весело. Во-первых, мне очень понравилось, что в настройках можно выключить все ненужные приблуды, которые откровенно отвлекают. Можно убрать никнейм, бесполезные полоски, хп и бесполезный компас, подсказки и предупреждения. Даже перекрестие прицела можно убрать. Но я бы не советовала, все-таки так проще целиться. Понравилось оружие, вот им честно приятно пользоваться и на ПК и на плойке. Насколько я помню прошлый год, то тут все сделано лучше. Нет какой-то пушки, которая бы выносила тебя с одного выстрела или пушки, от которой нереально убежать. Но кроме этих случаев с прозрачными стенами. Конечно же, к каждой пушке нужно привыкнуть и есть разница в том, с какого ты расстояния будешь стрелять. Но вот чтобы было совсем некомфортно, я бы не сказала. Хотя наверное не так. В игре есть прям плохое и бесполезное оружие. Дробовики. Вот ими смогут пользоваться только какие-то очень скилловые парни. У них прям большой разброс. И я просто не научилась хорошо играть на ближней дистанциях. Мне проще всадить несколько патронов с пистолета, чем ждать перезарядку дробовика и за это время словить парочку пуль. Еще мне понравилось, что в этот раз в бете был не какой-то самый неинтересный режим, а несколько на выбор. Хочешь играть 6 на 6, хочешь 12 на 12 или в режиме телохранителей, а хочешь начинай захватывать флаги. Вот реально выбор огромный и именно этим игра заставила играть в оба бета-теста. Во-первых, интересно, а во-вторых, ты не устаешь от однообразия. Кроме разных режимов было доступно и кучу разных карт. Вроде бы их было 7, хотя по-моему 8. В общем, кто играл, помогите в комментариях, давайте поднимем активность. Все карты разные. Есть Советская Москва, в которой кстати есть здание ооочень напоминающее наш киевский отель на Арсенальной. Есть снежная карта, есть пустыня, есть в горах, в лесу, в поле, на кораблях и даже в Майами. В общем, напоминаю, разнообразие. Но вот опять же карты. На Соньке все выглядело как-то по-бедному, текстуры плохие, некоторые персонажи могли сливаться со стенами или со снегом. Это неприятно. На ПК с этим получше, но там другая проблема. На ПК очень часто просаживался фпс. В основном в моментах с кучей взрывов. Но камон, ребята, сейчас 20-20. И у меня хорошее железо. Сделайте что-то с оптимизацией. А, еще одно. На плойке ботка занимает всего 36 гигабайт. И мне вообще непонятно, как они смогли уместить столько контента и такой объем в колд вор. При том, что варзон занимает больше ста. Камон. Подводя итог, хочу сказать, что бета была неплохой и, самое главное, веселой. Думаю, брать ее можно. Времени вы в ней проведете много. Прокачаете свой скил хорошенько. Ну и через год купите новую часть. Очень круто, что сетевой режим будет таким разнообразным. Будет куча карт, оружия, режимов. Ну и, к сожалению, со всеми минусами придется смириться. На этом все. Поднимаем статистику в комментариях. Пока. 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 Пока.